Чем отличается массовый убийца от серийного? Серийный убийца убивает по одному и очень часто это растягивается на долгое время. А массовый убийца, как правило, убивает один раз, но за этот раз погибает много людей. О 10 массовых убийцах и пойдет речь. Элиот Роджер был обычным американским пареньком, однако его очень не устраивало быть девственником в 21 год. В итоге в мае 2014 года он начал стрелять в прохожих из окна своей БМВ. Стрелял он в студенческом городке и хотел убить как можно больше девушек, так как считал, что они несправедливо не любят его. Кстати, все его так называемые переживания есть прямо сейчас на ютубе, так как у него был свой видеоблог. В этом же блоге есть и последнее видео, где он говорит, что завтра настанет час расплаты. После стрельбы 6 человек погибло и 7 получили ранения. Сам же Элиот покончил с собой. Чарльз Джозеф Уитман, родившийся 24 июня 41 года во Флориде, США, американский массовый убийца по кличке Техасский снайпер. 1 августа 1966 года засел на самом верху 27-этажной башни Техасского университета и практически полтора часа стрелял из винтовки по пешеходам. Было убито 16 и ранено 32 человека. Уитман также убил своих жену и мать в своих домах. Случай техасского снайпера стал одним из толчков к созданию в США подразделений специального значения SWAT, функция которых состоит в профессиональном разрешении именно таких чрезвычайных ситуаций, с которыми не может справиться полиция. Андерс Брейвик организовал взрыв в центре Осло и напал на молодежный лагерь правящей норвежской рабочей партии. В результате терактов погибли 77 человек и 151 получили ранения. Он сознался в совершении преступления, однако свою вину не признал, а расценил свое нападение как самозащиту от притока иммигрантов в Европе. Брейвика посадили в довольно комфортабельную норвежскую тюрьму на 21 год и буквально недавно норвежский террорист поступил в университет Осло, где он займется изучением политических наук. Осужденный 36-летний экстремист будет получать образование, не покидая камеры. Чо Сенхи массовый убийца из Кореи, совершивший расстрел в технологическом университете штата Виргиния, выпускником которого он и являлся. По его вине умерло 32 человека и еще 25 были ранены. Сразу после этого он покончил с собой выстрелом в голову. Он, как и Элиот Роджер, тоже снимал видео, но не выставлял их в YouTube, а отправлял в редакцию NBC. В одном из них он сказал следующее. «Вам мало было ваших мерседесов, подонки. Мало ваших золотых цепей, снобы. Мало ваших капиталов. Мало водки и коньяка. Мало ваших гулянок. Всего этого не хватало, чтобы удовлетворить ваши прихоти. У вас было все. Из-за вас я умираю, как Иисус Христос, чтобы стать примером для всех слабых и беззащитных». Елизавета Батори по прозвищу Кровавая Графиня прославилась благодаря массовым убийствам своих служанок. Общее число ее жертв составило 610 человек. Тем самым знатная аристократка удостоилась звания самого массового убийцы всех времен. Юрий Владимиров, российский массовый и, пожалуй, один из самых жестоких убийц, совершивший за одну ночь четыре убийства несовершеннолетних, действовал совместно с соучастником, который являлся дядей одного из убитых мальчиков. Они вспороли жертвам животы и вытащили внутренности. Был арестован и приговорен к пожизненному заключению. Впоследствии он утверждал, что его загипнотизировал и заставил совершить это преступление муж его тетки. Джорджо Геннард, американский массовый убийца. 16 октября 1991 года в штате Техас, Геннард въехал на своем пикапе прямо в ресторан Луби и застрелил 23 человека на месте, ранив при этом 20. Будучи ранен полицейскими, прибывшими на место преступления, Геннард застрелился. Это было одно из самых крупных массовых убийств в Америке. Джон Эмиль Лист по кличке Чудовище из Уэстфилда, американский массовый убийца. 9 ноября 1971 года он убил свою мать, жену и троих детей, после чего скрылся с места преступления. Лист был арестован лишь 1 июня 1989 года. Его приговорили к пяти пожизненным срокам заключения. Лист был религиозным фанатиком и в конце концов решил убить свою семью, чтобы спасти ее от зла, появившегося в этом мире. Пекка Эрик Ауиннен, финский убийца, который устроил массовое убийство в своей школе 7 ноября 2007 года, после чего покончил с собой, убил 27 человек, ранив при этом еще двоих. На тот момент парню было 18 лет. За день до стрельбы Эрик выложил на YouTube видео, где рассказывал, как будет расстреливать людей в своей школе. Еще на его компьютере следователи нашли прощальное видео, которое он так и не выложил в сеть. Причина его поступка, возможно, это. Примерно за 6 месяцев до стрельбы, Пекка Эрик Ауиннен познакомился с девушкой на сайте знакомств и виртуальная любовь в итоге завершилась несчастным. Когда-то девушка применяла его на другого и ушла на другой сайт всего за неделю до стрельбы. Жозеф Альберке, массовый убийца из Канады. С целью убить свою горячо любимую женушку, он взорвал самолет, на котором она в тот момент находилась. В результате она погибла, а вместе с ней и все 22 пассажира. А убить свою жену он захотел и за своей любовницы. За неделю до осуществления своего плана Гэ застраховал жизнь жены на сумму 10 тысяч долларов. На то время крупная сумма, в дополнение к уже имевшейся страховке. Субтитры создавал DimaTorzok